На обширных равнинах Азии нас ждут роскошные прибежища. Архитектура, рассказывающая об истории и культуре. Об азиатском рае. Вся роскошь азиатских стран. Камбоджа. Эта цивилизация существует уже 6 тысяч лет. Древние королевства неприходящей красоты, подданные которого, пережили нескончаемую череду потрясений за всю его долгую историю. Сиамрип, в прошлом известный как Ангкор, являлся столицей могущественной империи кхмеров, чьи владения простирались на территории Юго-Восточной Азии. Здесь находится одно из самых знаменитых чудес архитектуры в мире. Это Ангкор-Ват. Это пристанище загадочного царства богов. Пространство и тоннели волшебного строения Ангкор-Ват рассказывают о невероятном богатстве. Занимая территорию 200 квадратных километров к северо-западу от Камбоджи, эти священные храмы Ангкора выстояли во времена переворотов, начиная с момента падения империи кхмеров в 15-м столетии и заканчивая интервенцией и гражданской войной. В святилище Ангкора это застывшее прошлое. Оно словно замерло в ожидании, и в 19-м веке этот памятник обнаружил французский исследователь Анри Мо, и он снова засиял лучами прошлой славы. Путешественники, мечтающие перенестись в прошлое к хмерской культуре, вероятно решат, что Ла Резиденс де Ангкор это ближайшее пристанище к Канкор-Ватт. Окаймленный рекой Сиам-Рип, Ла Резиденс де Ангкор повторяет традиции романтизма, навеянные древней кхмерской архитектурой. Именно здесь воплощаются забытые мечты. Но местоположение у реки имеет свои плюсы и минусы. Плюсы — это определенно расположение вдоль реки Сиам-Рип, на берегу которой красуются столетние деревья. Вид на реку просто поразительный. Минусы — это узкий участок земли и нестабильная среда. Мы рассматривали разные участки и не могли предугадать, что в будущем могут принести нам соседи. Неуверенность в успехе строительства вдоль реки стала причиной, по которой владелец превратил строительство в воплощение своей мечты. Фактически архитектор сумел сделать так, чтобы ограниченность в пространстве стала достоинством. Длинные узкие тропинки, как туннели во времени, приносят путешественников в мир тишины, уважения и поклонения. За входом расположена центральная часть строения — уютное двухуровневое лобби, полностью отделанное деревом. У стойки администратора путешественников приветствуют 60 богинь, которые называются Апсараси. Эти чувственные женщины, которые часто изображаются на стенах храмов, являются самыми прекрасными образцами росписи рельефа. Ограниченность территории оптически компенсируется высотой двухэтажного лобби, который выглядит легким и воздушным на этом мрачном фоне. Дерево сыграло важнейшую роль в отделке храмовых комплексов. И неудивительно, что в качестве орнамента для резиденс де Ангккор выбрали дерево. Оно навевает воспоминания о древних жилищах Ангкора. Дерево использовали даже для кладки крыши отеля. Высокие крыши кхмерских домов издалека напоминают крыши храмов. Крыши отеля — это главная архитектурная особенность. Они не должны были казаться массивными. Архитектор сумел сделать так, чтобы отель был виден и с другой стороны реки. Он решил создать современные, аккуратные и светлые строения, но при этом использовать повторяющиеся, но беспорядочно размещенные силуэты. Под крышей, прячась от палящего солнца, и ожидая посетителей, прячется волшебная семиголовая змея. Ее называют Нага. Кхмеры поклонялись ей. Она повелевала дождями и урожаем в сезон эмуссонов, которые длятся по шесть месяцев и характеризуются проливными дождями. Выносливость древних хмеров символизирует центральная часть отеля — бассейн с морской водой. Источником вдохновения для создателей узкого сорокаметрового бассейна послужил Барай — искусственный водный резервуар древних хмеров. Барай был выкопан в IX веке и служил хранилищем дождевой воды, которая использовалась для орошения во время засухи. Архитектор уловил этот изобретательский настрой древних. Архитектурная концепция курорта — это тщательно продуманная и в то же время свободная интеграция хмерской архитектуры в современную. Также имели значение аспекты экологии и сохранения природы. Украшенный 45 тысячами, созданных вручную плитками, бассейн с морской водой выглядит очень привлекательно с этими разнообразными оттенками зеленого, что напоминает о богатых полях, раскинувшихся на территории Камбоджи. Невероятно богатые флоры Камбоджи — это результат постоянных муссонов и гениального изобретения хмеров — резервуара Барай. Таинственные руины Ангкор-Ват привлекают миллион туристов ежегодно. Гости Камбоджи очарованы храмами Ангкора, оставшимися со времен древних хмеров и периода расцвета Ангкора. Ангкора Черпая вдохновение в истории хмеров, Лаоретиденс Дэнккор обратился к их традиции и сделал главной своей достопримечательностью 55 богато украшенных номеров люкс. Как и в Великую Эпоху, такие колонны, помещенные в номерах, стали символами силы и богатства Древней Империи. Они созданы из лотерита. Часто используемый для строительства храмов, лотерит известен своей долговечностью, уникальным цветом и текстурой. Теперь его использование запрещено, и из этого камня больше не строят дома. И еще одна деталь дизайна, которая выдержала испытания временем, это традиционные оконные проемы. Такой дизайн, повторяющий формы балюстрады, стал отличительной особенностью к хмерской архитектуре и отеля Лаоретиденс Дэнккор. Универсальным испытанием для архитектора стал процесс установки всех современных механизмов в это здание, которое выглядит старинным. Номера распределены по четырем шестиуровневым зданиям, и в каждом имеются традиционные крыши и просторные коридоры. Общественное пространство отеля должно служить вдохновению, а виллы были созданы элегантными и ультрамодными. Богато отделанные традиционными сортами дерева бамбуком и натуральными тканями, спальни дарят гостям умиротворение и спокойствие. В роскошных и просторных ванных комнатах усталый путешественник сможет отдохнуть в тишине, наслаждаясь экстравагантным современным интерьером. Архитектор сумел добиться гармоничного сочетания древней архитектуры с изысканным современным декором, соединив технологии будущего и наследия прошлого. В соответствии с планами архитектора появились эти современные детали. Они были необходимы. Это современный отель, и при строительстве довольно сложно было отыскать баланс между традицией и современностью. Духовная связь, существующая между отелем и кхмерским прошлым, служит началом познания великой истории Ангкор. Неподалеку вырос еще один отель-бутик. Отсюда путешественники проследуют в страну недавних колониальных времен. Поиски новых ощущений и стремления погрузиться в древние миры приводят современных туристов в Heritage Suites Hotel. Он занимает лишь 7 тысяч квадратных метров. Это небольшой и уютный отель-бутик, который открывает перед путешественниками французскую колониальную Камбоджу. Выстроить отель в форме буквы «Т» было непростой задачей для его владельца. «Т»-образная форма этой территории являлась скорее минусом. Сложно было выстроить здание по таким параметрам. Но эти параметры в итоге превратились в большое преимущество, так как верхнюю часть мы отдали под площадку для бунгало. Именно там можно было обеспечить максимальную приватность. Также к верхней части относится и общественная территория. Она отделена. Гостей в номерах ничто не беспокоит, а территория лобби, офиса, галереи магазинов и прочие строения несколько удалены от отеля. В 19 веке французская колонизация Камбоджи стала началом нового архитектурного направления и неожиданных, но существенных перемен во всей системе строительства Камбоджи. В шести километрах от древних руин Ангкор-Ват расположен очаровательный город Сиамриб. Наследие французского колониального прошлого по сей день можно наблюдать в Сиамриб. Войдя в светлые лобби отеля Харитейдж-Сьюит с этими высокими потолками, гости начинают свое путешествие в 20-е годы прошлого века. Настроение 20-х создает французская архитектура, арт-деко. Элегантные французские окна, старинные светильники и украшенные пространства передают очаровательную атмосферу ушедшей эры колониализма. Вычищенная хромовая решетка с одной стороны лобби идеально отражает модные направления 20-х годов. Мы хотели передать атмосферу 20-х и обратились к технике 20-х. Мы использовали олово для отделки бара. Это очень старая техника. К ней прибегали автопроизводители 20-х и 30-х годов. В те годы не использовали химию. Это тип скульптуры. Металлоконструкция создана из олова. И та же техника применялась для отделки бара. В 20-е годы металл был моден в Европе. И европейские дизайнеры часто выбирали такие современные материалы для архитектурного применения. К примеру, для отделки барных стоек. Однако, другой климат и доступность дерева составили французов пересмотреть свой выбор материала. Они приступили к строительству из дерева. Владелец закупил антикварное дерево, оставшееся в старых домах, чтобы изящно отделать крышу над лобби. Разнообразные формы крыш для различных строений отеля также отражают невероятные архитектурные богатства Камбоджи. Мы решили создать это так, как это было сто лет назад. Сотни лет назад никто не использовал алюминий или полихлор-винил. Все делалось из дерева. Мы используем ту же технику. В итоге мы добились ощущения, что здание очень древнее, но фактически оно новое. Прошло лишь полтора года с момента постройки этого здания. А под этими крышами гостей ждут невероятные райские удовольствия. Этот уединенный оазис сможет похвастаться ультрамодными новшествами, которые имеются только в отеле Heritage Suites. Это единственный в Камбодже бассейн с обогревательной системой, которая помогает поддерживать нужную температуру. Неудивительно, что искушенные туристы мечтают попасть сюда, чтобы окунуться в эту кристально чистую воду. Однако, самое изысканное удовольствие гости получат, проведя время в этих уединенных уголках. Спрятанные в цветущих садах 20 выстроенных на расстоянии друг от друга бунгало, в которых имеется по 6 номеров люкс, находятся на удалении от шумного лобби. Владелец наилучшим образом смог использовать Т-образную форму территории, подарив гостям полную приватность. Спальни этих люксов созданы таким образом, чтобы подарить гостям ощущение легкости и свободного пространства. Здесь можно созерцать ному в уединении. Это сочетание материалов и солнечных лучей, которые проникают через огромные окна, создаёт впечатление невесомости. Каждый бунгало было обставлено различными предметами мебели в различных цветах, чтобы удовлетворить запросы самого требовательного гостя. Именно это притягивает туристов снова и снова в роскошное место отдыха. Самое излюбленное место виллы — это чудесные ванны и комната на открытом воздухе с огромной ванной и джакузи. Вся мебель разрабатывалась лично владельцем, который создал лучший интерьер из возможных. даже ванну мы можем отнести к изысканным предметам мебели. Это также и предмет мебели, который является и украшением пространства. Когда вы пользуетесь ванной, вы должны чувствовать себя комфортно. мы потратили массу времени на дизайн. Над проектом работал всего один человек, и у него ушел год на то, чтобы создать конечный продукт. От традиций древних хмеров и до времен французского колониального прошлого Камбоджа привлекала и очаровывала путешественников, открывая перед ними свою невероятную историю и наследие. Так и все величайшие архитектурные произведения своего времени, Резиденс де Ангкор и Херитедж Сьюитс Отель продолжают традиции богатой экзотической культуры Камбоджи. Сегодня мир заново открывает для себя Камбоджу. Знакомиться с народом страны, строить новые отношения, пытается сравниться в мастерстве с великими древними или даже превзойти их. Программа подготовлена по заказу студии Ю-7. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...